Привычное для многих движение, и наша студия наполняется искусственно подобранным букетом запахов. Духи – непременный атрибут каждой женщины и, что там говорить, мужчины. И, кстати, парфюмерия тесно связана с историей областного центра, ведь в Иркутске есть улицы, названия которых в буквальном смысле можно прочувствовать. В этом убедился Павел Желудев во время подготовки рубрики «Новости нашего района». Там, где кончается наука, а точнее микрорайон университетский, начинается поэзия. Место, где каждое название улицы – гимн человеческому воображению. Но не спешите с выводами, ведь в самом начале пути вас ждет во всех смыслах холодный прием на прохладном переулке. Не сказать, что низкие температуры – здесь явление круглогодичное, но местные дома в шубы укутывают с лета. Прошло 20 минут с начала знакомства с переулком прохладным. Людей мы за это время особо не встретили, зато встретили интересные здания. И, судя по всему, местные жители боятся не столько сильных заморозков, сколько куда более страшных вещей. Вот сейчас вы думаете, что я иду вдоль какой-нибудь кирпичной многоэтажки. Но нет, вы ошибаетесь. Это всего лишь навсего забор. Ну, оставим тайны прохладного переулка его жителям и двинемся дальше. По запаху. Ведь впереди ждет куда более удивительный переулок – ароматный. Первого вдоха можно понять, что в запахах здесь знают толк. Каждый цветочный куст вдоль дороги источает неповторимый аромат. И вполне возможно, в одном из этих домов работает талантливый парфюмер, о котором мы еще не знаем. И было бы крайне странно, согласитесь, если бы на улице ароматной, где так много цветов и разнообразных прекрасно пахнущих растений, не было бы места, где можно было бы натурально слиться с природой. И пусть в будущем это будет строительная площадка, уже даже появилась разметка. Сейчас это единственное место, где можно по-настоящему почувствовать все запахи лета. И летом, и зимой, и, судя по всему, даже ночью светло, как днем на соседнем Ясном переулке. Но человеку со стороны очевидно, что такая картина существует только в воображении тех, кто здесь живет. На деле же пара строящихся домов и еще один очень странный элемент инфраструктуры. После знакомства с переулком Ясным, мне ясно стало только одно, что никаких достопримечательностей здесь ровным счетом нет. Кроме одной вот этой странной кучи какого-то грунта. Вы не поверите, но даже на карте она обозначена. Однако за всеми красотами этого района кроется и прозаическая подноготная, в частности, разбитые грунтовые дороги. Если название корабля действительно влияет на его плавание, местные жители должны подсказать нужным людям, как назвать очередной переулок. Павел Жолудев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.